Все эти люди это настоящие панки Они поставили избушку на этот грузовик Спустя два года мы такие О, нихуя, до людей доехало Охуеть, охуеть Что? Его мать пошла и заложила дом, чтобы выкупить его под залог Травка, таблетки, лин, оружие Прожирный член реально сложно Рэп уже был, хочется деконструктивного рэпа Лина слабой Ребята, я монтировал это месяц Изначальная задумка видоса была в том, что Чуваки расскажут мне В чем кайф вот этой вот Сверхновой школы И по сути она была реализована Только думал я, что Мы придем, будем как-то там вот Постепенно расслабляться В процессе разговора У нас было в плане несколько локаций Ну и понимаете, я с этими чуваками Вот с Артуром разговаривал два раза А с Букером один и то по Зуму То есть мы, можно сказать, незнакомы Но я пришел туда Мы начали это обсуждать И просидели четыре часа на одном месте У нас прям идеальный коннект случился Ну поэтому все локации нахер отменились И у меня получился чисто поток По-моему, очень годного разговора о музыке Заранее хочу сказать, что Мы осуждаем наркотики Не одобряем насильственные действия И дискриминацию Расовую, национальную По признаку ориентации И любую другую Все это мы осуждаем И не одобряем Но в этом ролике мы говорим про рэп Поэтому нам приходится Эти ужасные вещи упоминать По-моему, получилось мега интересно Приятного просмотра Здрасте, дорогие товарищи Сегодня со мной собрались Очень авторитетные люди Которых двоих я могу назвать рэперами Они, возможно, с этим не согласны Но Один человек Сводит рэп Пишет биты Также крутил вертушки на слово Москва Как выяснилось Второй Легенда оффлайн баттлов Участник онлайн баттлов Также непосредственно рэпер И у нас лежит здесь логика антихайпа Чтобы, собственно, все это дело у нас по-божески проходило И эти люди сейчас будут объяснять мне В чем кайп всей вот этой самой злостной новошкольской истории У нас в плане Оуджи Будда Благовайт, Платина Майот, Содолув И прочие извращения Бля, ну это то, что Вот так я хотел провести свой вечер Понял, сегодня Моя любимая Со всеми друзья Все наши Начнем мы с клипа Джигана на Чили Потому что эта хуйня меня реально поразила Вы, короче, его помните? Я помню его наизусть Если ты меня спросишь, кто был в какой локации Я тебе скажу Можем его не включать тогда Но каждый из них написал куплет Про то, насколько ему похуй Насколько он расслабонистый Гуф вообще, блядь Ну как-то даже меньше своего обычного напрягца Не знаю, у Гуфа самый лучший куплет на этой песне, я считаю Я, может, многого не понимаю Но по сей день в моей жизни все классно Основной, я так понимаю, лейп-мотив Вот всего Всех этих исполнителей В том, что они пишут это очень легко Типа они не парятся Ты не совсем понимаешь Ты вот понимаешь, в чем дело? В этом как бы большая ошибка Что ты подходишь к этому творчеству Изначально пытаясь искать в нем какую-то сквозную логику То есть вот ты такой Ага, клип на Чили И значит все артисты пишут про то, как они расслабились Чувак, они не пишут про это Они пишут просто то, что в голову пришло То есть понимаешь Если ты можешь задать им какой-то вектор Этот вектор очень условный Чуваки просто нафристайлили 9 куплетов По-быстрому и выпустили это Это же типа известный факт Понял, типа они все просто приехали на хату к Джигану И такие На самом деле Джиган конкретно в этой истории Типа сейчас еще идет инфа о том, что он вторую такую же песню По факту Джиган это наш русский диджей Калид На самом деле, кстати, он выполняет Ты знаешь диджей Калид? Нет Чувак абсолютно гений Короче Ну как все по карме, короче Он в свое время выступает Есть в России два союзника Короче, диджей Калид потрясающий персонаж Знаешь, начнем с того, что я ни разу не видел, чтобы он диджеил Охуенно Никогда Это просто типа чел такой Сука Это такой чел, похож на Дрейка 2XL Он занимается чем? Вся его задача заключается в том, что он ведет инстаграм Ну и в соцсети В мотивирующем ключе, где он все время снимает видосы Где он говорит, что Пацаны, мы лучшие Мы делаем лучшую музыку Работай Всегда процветай Всегда поднимайся Вот здесь вставка, короче С этим прекрасным, черно-белым, мотивирующим видосом диджей Калид будет Бля, просто пиздец очень люблю Короче, он занимается тем, что он хостит релизы То есть он выпускает релиз под псевдонимом диджей Калид Фит дохуя народу Вот как типа трек Джиган на Чили Фит куча народу Там то же самое, только это релизы И он собирает на релизах огромное количество звезд Есть инфа такая непроверенная Что он как будто бы закладывает все свои активы каждый раз Берет на это дохуя бабок Покупает на это типа дохуя фитов Потому что, как ты знаешь, на Западе это более коммерческая история И у нас, я так понимаю, легко фит купить Ну, у многих У нас не принято так А на Западе это нормальная практика Если чувак тебе, ну то есть типа заплатить человеку за фит Даже если он твой кореш Это нормальная тема, потому что ты на этом заработаешь А, окей Вот, ну сейчас, видишь, с появлением цифровых площадок Более нормальная тема поделить роялти просто Но, короче, он закладывает все свои активы, возможно Берет на это кредит какой-то На эти деньги покупает кучу фитов Или там просто собирает исполнителей Сращивает там типа Будет фит этот, этот, вот этот Да, там какой-то инструментал Конструктор, короче Ну да, как конструктор собирает это И все его пускает от типа под своим именем Как бы под своей торговой маркой И в эти треки все, что он делает Это вставляет фразы We the best music! Another one Another one Ну просто, типа он просто орет Какой-то voice tag Только, ну, вживую И все И вот таким образом он типа Его понт в том, что он сращивает артистов Делает коллаборации Ты, короче, к тому, что это как новый способ существования В музыкальном мире Ну он не то, что новый Но для нашей стороны он новый И как бы джиган, он открыл его Ну просто смотри Как бы, понимаешь В принципе, невозможно представить Вообще в любой музыке прошлого Чтобы чувак позвал к себе На фит других челов То есть ладно, что их дохуя Но припев в треке джигана Поет не джиган Ну смотри, это джиган Здесь выполняет Я не понимаю, в чем проблема вообще Нет, не то, что проблема А просто как факт Что такого раньше представить было вообще не возможно Ну смотри, джиган Было как рекрубин Которому просто 16 строчек дали Понимаешь? Он вот такой То есть, нет И на самом деле Как бы задача хостера Она просто в нашей стороне не исследований Джиган открыл ее Не потому, что у нее была идея Хостить что-то А просто потому, что Он объединил вокруг себя людей Потому что он мем Понимаешь? Да И это пиздец Нет, в смысле В смысле В хорошем смысле Да, так вот И исходя из этого Такую музыку надо воспринимать Это не то, что несерьезная музыка Это музыка другая Это музыка, которая работает Только в сочетании с бэкграундом С социальными сетями С образами артистов То есть Представь себе, что это как Да ладно Бесконечный подвижный сериал С кучей фан-сервисов Не, погоди И вот это все Это фан-сервис То есть Это просто, короче То, что я вообще не ожидал услышать Мне как раз таки кажется Что вот вообще все Что мы сегодня будем обсуждать Оно как раз таки Абсолютно работает без бэкграунда И в этом фича Ну не знаю В этом-то и прикол Что чуваки Те же Melon Music Они собираются Они живут по принципу Бойсбэнда Или ТикТок дома Они все пушат друг друга Постоянно обмениваются аудиторией Создают кучу сопутствующего контента Мемят друг друга Ну они Типа Они создают какие-то Ну типа приколы Образы Создают стихийно появляющиеся Мемы друг про друга Таким образом Слушатель понимает Это то Это от этого Это от этого Да И типа Они же Ну то есть Они не по-настоящему вампиры У них нет Лов-66 Не вампир Я Я считаю Это не проверенная информация Мы не можем Пулю Пожалуйста Я не уверен Что у меня деньги в сумке То есть Хочешь сказать Что слушатели Вот Всех вышеперечисленных Они погружены в контекст И это И это Часть привлекательности музыки Серьезно Конечно Нет Абсолютно точно Они вокруг себя это собрали Это все Это сериал Это большой фан-сервис Сериал Который Ну который создает Не какая-то корпорация Да Постоянно подкидывая Это относится к Ходжи Будде Благовайт И так далее Абсолютно Да вся новая музыка Типа Которая вот Становится популярной Через ТикТок Она во многом завязана Как раз таки на коллаборациях Обмене контентом Образах и так далее То есть Оно просто Понимаешь в чем дело В принципе так же было В музыке и до этого В рок-музыке в том числе Просто Да Ну то есть Мы слушаем группу Кеннибал Корпс Мы же понимаем Что блядь И вот Кеннибал Корпс Один фишер Он не ест людей Блядь Он не убивает Да Но вот как раз Кеннибал Корпс Невозможно понять Без бэкграунда Я не могу представить Человека Который из разряда Слушал ну почти ничего А потом услышал Кеннибал Корпс И такой О ебать Это мой звук Типа Не по такому же принципу Потому что Потому что Ребята как раз Вот Каждого из тех А вам будем сегодня обсуждать Если он включится На какой-нибудь тусовке Он абсолютно Идеально Впишется в современный звук Я как раз Все это время думал Что все эти чуваки Они звучат так Именно чтобы заходить Если ты про них Ничего вообще не знаешь Есть один большой фактор Это детройт рэп Да Это детройт рэп И у них кто не будет Типа понимаешь Это прикол Который как бы Который стал реальностью Никто по настоящему Не будет слушать детройт рэп Просто так Это супер нишевой жанр Просто микроскопический Для каких-то фанатов Прикола Знаешь Не ну думайся Понимаешь Оуджи Будда с пацанами Раскопали Короче Конкретный Очень узко специализированный Это не дрил Дрил широкий Понятно Не то что раскопали Насчет с того что Скали Милана Сначала малый Типа 16-летний школьник Скали Милана Респект Лучший Малой лучший Раскопал Супер Блядь Локальный Трижды пережеванный Микро жанр Непонятного рэпа Идиотского И такой Я тоже буду так делать Потому что прикольно Потом От него зафанатели Типа чуваки Оуджи Будда Такой Ебать чувак Смешной Давай я сделаю Такой же рэпак И в итоге Они популяризовали Это как жанр Его невозможно слушать Если ты не понимаешь В чем прикол Плюс видишь Типа тут юмор То в чем Что они как бы Пытаются Это классическая Вот такая Вот на самом деле Околоблокстаровская идея Визуально сыграть На диссонансе Типа Ха у нас это баня А баня стоит на грузовике А тут ящик Из ящика выехала машина Серьезно Мне это воспринимать тяжело Ну ладно Хз Я бы не сказал Что это диссонанс Я бы сказал Что это чисто Визуальная развлекуха То есть просто происходит Каждый раз Совершенно разная Цветастая хуйня Ну да Видишь Я к тому Что типа На обмане ожиданий Ну и нужно Нужно еще понимать Что Худяков продакшн Этот клип скрафтили Буквально за пару дней То есть типа Вот как Типа идея была Написать эту песню быстро Так же быстро До них и доехала мысль Это все снять Блять Вот чуваки Типа очень не запарились Над текстами Очень не запарились Над куплетами Ну хорошо Даже если они Не писали По какой-то Стройной линии Все равно здесь Все об этом Это лейтмотив Через все это дело Проходит Даже если они Это не думали Но Они все Не запарились А как раз таки Худяков продакшн И все кто это делали Запарились Пиздец Ну то есть Если они это делали Вопрос не в запарились Вопрос в джете Понимаешь Типа Ну все равно Ну блять В смысле запарились Он типа выходит Нет Ну из чего он выходит Они поставили Избушку На этот блять Грузовик У них в том же кадре Выезжает машина Из этой хуйни Знаешь что у Гарна У Тимати Дублер на вейкборде Делает сальх Обрати внимание Обрати внимание Это Тимати сам Это Тимати Он известный вейкбордист Типа Тимати Реально он очень сильно Этим типа козыряет Давно еще Блять прикинь Реально Я просто Весь клип честно Мне не понравился Визуально Но момент когда Тимати едет Блять С кальяном на вейкборде Я такой Все Они меня купили Типа Обрати внимание В зависимости Качества Визуала В зависимости От того Кто насколько популярен У кого сколько есть денег Может это не всегда Коррелирует Но такие коммерческие артисты Как там Егор Крид Да Лимба Тиману Крутые локации Типа Посмотри пожалуйста Что локация Оджибуда Оджибуда едет На этой хуйне На гольфкаре Блага Уайт Пробежал 300 метров Все Содолаву вообще Ничего не дали Он просто Он просто на днюху джигана Приехал Да При всем Вашей дикладос Он просто по комнате Походил Ну а гуф на диване Это Это все на днюхе джигана Было Типа То есть пацаны Кто не успели Типа просто на днюху Приехали Их там подсняли Типа там Вот такого Не ну ладно Хорошо Но все равно Сам клип то пиздец Какой сложный Не местами сложный Местами очень сложный А местами казалось бы Как будто очень простой Типа Нет Ну это не может Это длиться 6 минут То есть оно не работает Про местами Как запарились В том числе Ну так и типа всегда Как бы работает Большой продакшн Который работает Ну это как бы нормальная Нормальная ситуация Для съемок Особенно нормальная Ситуация для съемок Типа с артистами Блэкстара Они всегда там Ну у них большие клипы Ну то есть значит ли это Что в принципе Вот эта вот манера Подобного написания Которую ну типа Это не нововыдуманная Условно там Часть своих хитов И рок-артисты Тоже нафристайлили Вот там Элис Купер по сути Фристайлил Вот Но Но все равно Это всего лишь Манера того Как ты выдаешь песню То есть это Ради того Чтобы песня была Порасслабленней Дает ей определенную атмосферу Но в итоге все равно То что Чтобы это получился продукт Все равно должны заебаться Все остальные Ну чувак ну типа Вот у Скилза Типа видос Про искусство похуизма Типа очень четко Олицетворяет вот все Что происходит Типа потому что Чуваки в какой-то момент Поняли что типа Сложно много запариваться Типа это прикольно Потому что ты скиллом Обрастаешь Но по идее Самые пиздатые Я не знаю ни одну Типа хитовую песню Над которой Прям хитовую Народную Понял Над которой Прям жестко ебались Вот прям сидели Так Нам надо Ну это так Это как-то это Оценочное суждение Это да Оценочное суждение Но мне хочется верить Что в основном Все что происходит Типа в музыкальной индустрии Оно прежде всего Нарочито За счет внутренних Эмоциональных Типа переживаний Артиста И Они могут быть сложные Какие-то эмоции Но чаще всего Хитами становятся Те песни Которые Про простое Которые могут Типа Любой человек Которого ты выцепишь Типа может Себя сассоциировать И такой Да клево А желание быть клевым Крутым Богатым типом Это любое желание Обычного стандартного Человека Типа Ему Любому Типа Особенно русскому Человеку Типа Это не Типа Какое-то предъявы Или еще что-то Кто бы говорил Никто не подумал Это типа Желание быть Круче себя Нынешнего Типа Богаче себя И так далее Типа И вот Когда они смотрят На таких типов Которые В жизни За счет их как раз Фансервиса Обычные Стандартные Дефолтные типы Но они прикольные И у них получается И ты наблюдаешь За этим Как-то за NPC Которая развивается Типа Это такой Ебать клевый Нет Плюс Штука-то в чем Ты очень верно Мысли говоришь Про то Что Когда одни чуваки Не парились Другие чуваки Запарились Пиздец Но при этом Функция Команды Продакшена Лейбла И менеджмент Очень сильно Ослаблена По сравнению Например С продюсерскими Проекторами Возьмем Группу Black Sabbath Вот там у менеджеров Была задача Гораздо больше Чтобы они не сдохли Там же доходило До того Что у чуваков Не было денег И никто не давал денег Им просто говорили Скажите что вам надо Мы вам это пришлем Скажите Нам нужна тачка Алло Мне нужна такая тачка Ты прочитал Эту книжку Про звезды Нет Типа Это же нормальная История С этими С Guns and Roses Была та же самая История Со многими другими Рок-группами Там менеджмент Буквально контролировал Всю жизнь артисты Сейчас людям Можно ходить срать Наверное Но в плане Это же не Ну ладно Получается другая задача Просто эта хуйня Про то что Из разряда Оззи Осборн Не получал деньги А говорил Мне нужен лимузин Это по моему Честно говоря Тупо Это прикольно Жить как султан Когда ты по телефону Всю хуйню заказываешь Но в основном Я к тому что Нет Типа Я к тому что Все спустили на героин Это типа Способ тоже Ну for example Но это все равно же Он заказал его Он и так долбил Все это время То есть его не искать Чтобы спасло Это всегда классика Артист не парится Команда парится Чем артист популярнее Тем меньше парится он Тем больше парится команда Как бы такая Определенная Не то что Деконструкция жанра Это определенный панк И определенный протест В том плане Что типа Чуваки намеренно Как бы Блять Постулируют пахуизм И намеренно Деконструируют Серьезную сложную работу Показывая что На самом деле Они может не осознанно Это делают Потому что на самом деле Эта мысль гораздо проще А сосите Я и так могу Но в целом Если подумать Это идея о том Что популярность Виральность И Техническая трудность Это не Как бы параллельные Это знаешь Как в школе Типа Отличники Не всегда Самые пиздатые Типа Окей Окей Может мы Мы будем Так Давай Можно не смотреть Не Ну можно писать Ну Они все на самом деле По антихайпу Двигаются Это все на самом деле Покажи книгу Покажи книгу Не Чуваки Вы можете отрицать Это сколько угодно Это Это действительно Все пацаны Двигаются По антихайпу Потому что это вот Идея деконструкции Абсолютно Та же самая У нас в компании Реально Есть расхожая фраза Типа Красава По антихайпу Двигаешься И даже в этом Виделась Логика антихайпа Абсолютно Чем этот человек Я считаю Хорош Объяснять не надо Блядь Сразу Ладно Хотите проблаговать Давай Мнение Проблаговать Я бы назвал это Абдурозик Флоу Я С момента Как мне это пришло В голову Я не могу Это забыть Это хорошая тема Это Это неплохо Это поэтому запоминается Но Это пиздец Чувак Представь себе На самом деле Что это много гномов Просто В один Что там еще два Из этого Из Гравити Фоллс Вот эти Вот ты думаешь Что это пиздец Но если знать Если знать Что этот человек Во-первых Что этого человека Во-первых Гендиректор Завода литиевых пластмасс Ты знаешь Гендиректор Завода литиевых пластмасс Где-то в Кирове Или где-то там Типа Да Он реально У него во вписке Типа Прям Что Да Он гендир Но при этом он рэпер И гендир Завода Блядь Вот согласись Смотрится сразу Интереснее Типа Ну Это не из этого Он типа Прожил еще кучу времени В Америке Он на полном Сере У меня типа Был ролик Где у меня Монтажер нарезал Типа кучу Тиктоков С благовай Там просто Рандомно По видосу Потому что Типа Ну Невозможно Типа Его без улыбки Воспринимать Потому что К нему подходят Говорят Откуда у вас Такой уникальный Флёу И он такой Я по-русски Не разговариваю Понимаете Ну Дело-то не в этом У него флоу Не вообще Не от того Как он коверкнет Нет Но это тоже осознанно Он говорит Я раньше пытался Типа Заебаться Над произношением Слов Потом я понял Что пи же будет Если не буду ебаться Я вообще хуй забил На ударение Типа На самом деле Благовай Это первым Мне показалось Слава Мерлоу Типа Два года назад У него вышел альбом Вот где вот этот Пингвин Короче был Мальчик он Да по-моему Назывался Чувак У него есть альбомы Мальчик Мясо Блядь Нет подожди У него есть альбомы Блядь Что-то Мальчик Какой-то еще Император Да Он с этого разъебал Он еще раз сказал Что это трилогия Типа Специально Типа Что это Типа развитие И типа Мы когда его слушали Я типа Первое впечатление было Какой пиздец Типа Я такой А потом мне типа Славик долго объяснял Что типа Блядь Ты просто вдумайся Что из-за того Что у него Реально проблема Типа с русским У него Он строит свои предложения Чисто по американской манере Люблю Когда ты ставишь Палец В Горячего вокса В Как называется Свечку И Он делает такая Одежда Для палец Шапочка Ну слушай Вот опять же Из-за того что Они и так все остальные То же самое делают И так же кладут Хуй на ударение Вообще не замечается Что благовать знает Русских хуже них Вот реально Чувак у него есть строчка Ныряю вопизда Будто в куба Рано все бабки Физкультура Блядь А на Чиле Чилен Да нет Ну там ты понимаешь Там типа это все таки Как бы надумано Как-то А тут случайно Это выделяет Да не то что случайно Он просто не одупляет В этом то и прикол Как раз Типа что Он вообще не видит Типа проблемы Потому что по другому Не осознает Вопрос в контексте Вот просто писай на этот человек Не курю А лишь на пятерку В пакете В школе бы дали Мне высшие оценки Хурю что-то Пятерка в пакете В школе бы дали Мне высшие оценки В это охуенно Ты понимаешь Что типа Вот Нарочно не придумаешь Вот этот прикол У Жебуды Типа с фристайлами Там с заменами Ударений Типа как у Майотика И всякое такое Наложился на вот эту Ментальность Американского человека Которая не выдупляет Типа про русский И при этом он Гендиректор И он такой Панчи Панчи Типа понимаешь Они все пытаются Вот в эти микро панчлайны Типа Которые В русском батлрэпе Пытаются назвать Бэтбарс Типа Но у них это панчлайны Типа Но прикол не в том В качестве панчлайн Как у какого-нибудь Оксимирона Или еще что-то Типа Как у господина Рядом со мной сидящего А прикол как раз таки В том Что Не в качестве панча А в плотности Панчей На квадратный метр Они пытаются Каждую строчку Хоть в какой-нибудь Мелкий панчлайн Завернуть Типа Ну реально Вслушайся Последнее про Благовайта Ну почему Ему не быть На расслабоне Я могу Знаешь Ты директор Литийного завода У тебя явно Не Типа Это не прикол Неплохо Базар Азира Неплохо С бедностью Ты сейчас еще и Популярным рэпером Стал Да Типа Ты директор Сраного завода Чувак Типа Во вписке Типа Были видосы Как он в центре Блять В хате Которая Блять Размером Я не знаю Блять Мой родной город Типа Пингвин в холодильнике Типа Типа Он открывает холодос А там Типа Хуй Ватуча Всяких Коктейлей Ему вообще Похуй Он расслабляется Я для своих братьев Типа Покупаю коктейли Чтобы если они захотят попить Вот тут есть Типа Сладкая газировка Это прикол в стиле Да на шмальце Понял Типа Это вот как раз такая тема Не ну слушайте Несмотря на то Что вы сейчас Втираете Что ему суперпоку Он самый выделяющийся Из всех Вообще Потому что он несет энергетику Можно перепутать с содоловым Ну вполне можно Я вот в начале дня Сегодня их не различал А теперь Ну вроде разные А ты сейчас в процессе Вникнешь в контекст Я говорю Опять же Это вопрос контекста Типа Это разные Идеи Разные Как бы Образы рэперов Понимаешь Это разные Ну и у Благомайта Самый яркий Вот этот Абдурозик Флоу Никогда ни с чем не спутаешь Потому что он настоящий Да Он максимально Трушный чувак Не Ну это Это то все без банара Но Добрую энергетику Но все равно же Он все равно Он разговаривает В жизни по-другому То есть это сформированный стиль Да Но при этом Он в жизни так же разговаривает Ну не настолько Он не питченный в жизни Ты видел его эти Интервью на вписке Да не интервью А сториз Которые он каждый день снимает Бля Вот это он День 80 какой-то Он такой Люблю Когда Померанские шприцы Эти собачки Мне нравятся Собаки Померанские шприцы Такие Пушистые И тоже Вот у меня Фамилия Близко Ихни Имена И да Они такие милые Такие прям стоят Язык Кайфуют У него же реально Очень плохо с языком И Благо Вайт Он хорош тем Что вот Аутентика Все решает Аутентика Они все такие Похожи на Цирковых Чуваков Потому что Решает На самом деле Важно не столько Сделать гармонически Хорошо Важно не столько Сделать музыкально Важно запомниться Понимаешь Потому что человек И Благо Вайт Самый запоминающийся Из этих Ну один из Представь себе ситуацию Что короче Ты не видел ни одного Не то что фильма Марвел Не видел ни одного Супергеройского фильма Ты не знаешь Что такие супергерои И тебе типа Ты там всю жизнь Смерял боевики Только Классические Там блять Рокки Рэмбо Чак Норрис Да Чак Норрис Shit И так далее И тут тебе люди Объясняют Что весь мир Вообще-то давно Сходит с ума По супергероям А ты их никогда не видел Очень сложно въехать Естественно А сейчас Как бы понимаешь Чуваки Типа Почему у них Такая большая популярность Потому что Они существуют Вот в этом Общем Соцсетей Короче контексте Соцсетей Медиа Тиктока И так далее Это на самом деле Просто большой плац Современной Как бы вот этой культуры Поп-культуры Развлекательной В которой они Как бы существуют И в этом плане Просто много людей Удивляются Как это слушают Потому что они не погружены Просто в поп-культуру Ну то есть хочется Опять же вернемся к этому То есть хотите сказать Вся слушательская база Которая у них есть Это именно погруженные В их вот этот контекст Они хотят Или не хотят Типа на них льется Инфопоп Да просто контекст Очень широкий Понимаешь в чем дело Никто не говорит Это типа Это все дети поп-культуры Это все типа Понимаешь И эта музыка Главная ее идея Сделать здесь и сейчас Вот клип на Чили Есть мем Как можно быстрее Записать про эту песню Как можно быстрее Снять клип Максимально напихать туда Ярких образов Каких-то заколабить Всех типа чуваков популярных Выжать из этого Какое-то внимание И т.д. Это все делается Здесь и сейчас Потому что вот этот Фастфуд контент В соцсетях Каждую секунду Каждую минуту Меняется тренд Типа Например НК Да вот чувак Я не знаю в курсе вы или нет За тиктоком Типа вот сейчас появился челик У него две недели назад Был выгружен сниппет в тикток Сейчас он стоит Четвертым местом В русском топе ВК Типа при том Что он делает просто Обычный вайбовый рэп В стиле как раз пацанов Из-за того что В контексте Всего происходящего В русской индустрии Абсолютно ноунеймовый чувак Просто выгрузил видос И уже типа Ему все написали Все заколабили Типа и так далее Это просто Ну типа Это с одной стороны Очень хорошо Что ты можешь быть Абсолютно любым Рандомным типом Но если ты вписываешься В общий контекст Того что нужно аудитории Ты получаешь Ровно то что Типа Ну невероятно жесткий выхлоп Потому что люди Не пытаются задумываться На тем О чем ты хочешь сказать И так далее Типа Ты вписывался в контекст Ты как бы несешь Позитивную энергетику Какую-то Которая сейчас Ну благоволит русскому слушателю Понятно что может Через год Через два Все поменяется Это был РНБ клуб Потом пришли Мелоны Дальше скорее всего Ну тоже с РНБ клубом Вот опять же Чуваки в тренде Не так давно Вот были типа РНБ клуб Ну условно Ну или там Платина Лил Кристалл Ну или Платина Лил Кристалл О Джи Будда Из них О Джи Будда Был наименее Типа На самом деле Как бы Ну Выделяющимся Да Наименее выделяющимся Был О Джи Будда Ну правда Типа Он был наименее Типа Хайповым Но Платина И Лил Кристалл Они уже Все Они уже Не супер в тренде Они уже типа О Джи Уже типа Уважаемые чуваки А О Джи Будда Наоборот Типе Самый тренд Ну то есть Понимаешь Это типа На самом деле За этим очень трудно Не то что Очень трудно Уследить Нужно быть Либо ребенком Как бы С дефицитом внимания У которого Есть возможность Поглощать Вот этот Типа 15 секундный Постоянно Как бы Повторяющийся Да Репетитативный Тикток контент Либо нужно быть Просто человеком Который существует В музыкальной индустрии Поэтому у людей Многих взрослых У которых нет времени По 8 часов в день Тикток смотреть Это вызывает удивление Типа А как То есть Они до сих пор А где сектор газа Юра Хой Умер Нет Они все еще На фестиваль Чернозем ездят Да даже не так Я пытался найти Короче Какие то еще мнения В итоге Нашел только канал Финкабаут Или какой то такой Короче Да Там в итоге Оказалось Там только мнение есть И Короче Он как раз говорил Штуку Что Ребят Вы думаете Что фрешмен фараон А на самом деле Вот настолько уже нет То есть Это вот действительно В этом плане На самом деле Фараон Чувак Ты понимаешь Фараон не то что Фрешмен Он даже не то что Какой то OG Фараон Это уже персонаж Блять Я в тиктоке Сейчас вижу тренды Где чуваки Ностальгируют По 2017 году И он уже персонаж Откуда то оттуда Понимаешь Хотя он живой Ему 30 еще нет Жесть Я как раз В этом контексте Хотел спросить Я вот не знал Вот эту историю Про РМБ и прочее Для меня Это все одна тусовка И вот Из всех Кто сегодня Будет перечислен Мне меньше всех Понятен Платина Именно А что Вот Поехали просто Я считаю Что Роберт Платина Самый талантливый Самый талантливый Ну просто Во-первых Он из 163 Он майонек Типа Вот это два человека За которыми Более или менее Вдумчивым людям Стоит следить Во-первых Его что Реально зовут Роберт Да Он из Эстонии Кто он там Чувак Включай Просто включай Ф Если садиться По взрослому То вот так Вот это рассматривать Да В качестве Музыкальной индустрии Это надо Объяснять Типа В чем прикол В чем прикол Платины Платина Это Типа Чувак Который вдохновился Плейбой карте Вот этим всем Мамбл рэпом Да Но при этом Он Понимаешь У него Вайп И на самом деле Тексты Там есть тексты Если их разбирать Там духа приколов Это вайп Максимально Отрешенного Депрессивного Романтика То есть он чувак Который когда-то любил Потом ему разбили сердце И у него больше ничего Не разбили сердце Я так охуел Понимаешь И теперь у него В жизни нет Ничего хорошего Кроме типа Его друзей А все остальное Это наркотики Это блять Доступные женщины Но это не бать Как надо постараться Чтобы это вообще заметить Это на самом деле Очень на поверхности Потому что это просто сказано Понимаешь Да и все что у него есть Это типа наркотики Женщины которые Его обманывают И которых он обманывает Типа Все что есть Это типа деньги Дизайнерские шмотки Но они никогда не смогут Блять заткнуть дыру В его душе Потому что он абсолютно пустой И это вот пустая Холодная музыка Такая типа Знаешь Такой этот Некроромантика Такой Некро Дорогой Некрошик Как Нюберг Нет Тоже не крошик Вот иначе Блять Не офиген Вырезать Дизайнерские шмотки Дизайнерские шмотки Как раз я когда это смотрел Думал наоборот Что типа Блять Вы сняли Вот в этой Это Я не помню как называется Этот дом На Ленинском проспекте Но вы сняли В нем И на Арбате И типа горы То есть Мне это Произвало впечатление Наоборот Самых галимых локаций Просто которые только можно найти Не знаю Швейцарские горы По-моему разъем Швейцарские горы Заебись Но только другое дело Что они не тратятся Совсем остальным Не Ну видишь Суть-то в том Что чувак-то не отсюда Как бы чувак Из Блять Риги Поэтому для него Арбат в России Был-то по-моему Раза четыре Понял Типа Вот так говорю Понимаешь Человек может Засчитать Что сука Тупая Пиздец Как Воебон Как флекс Понимаешь То есть Вот типа Реально Ну че Ну он 150 Миллиардный Который ты сделал Чувак Ну нет Так он был раньше Он был типа До всех них Ну кого Да это Оксимирон в безумии читает Что по сути И ЛСП в безумии читает Что сука тупая Пиздец По сути Да нет чувак Там они пытаются Это завуалировать Как-то подать Типа Вот Ну это Скучно жить Ты лишь повторяешь программу Чувак говорит Сука тупая Пиздец Сука со мной в Москве Мысль-то одна Так подача разная Ну это потому что Стиль разный Ну то есть Но говорят они Одно и то же Не знаю ЛСП максимально Олежа ЛСП максимально Типа да К западному Вот этому тренду Типа Простого рэпа Типа Был близко ориентирован Просто из-за того Что он текстами Пытается как-то Это все завуалировано Подать Потому что ему это нравится Типа И все А здесь Чувак говорит Прямо Просто Сука со мной в Москве Сука тупая Пиздец Да Окей Я говорю Про что песня Про то что Чувак Типа С чуваком Блять Сука И сук тупая Потому что так много снега Потому что сука Зовет его Санта Клаус Потому что у него много кокаина Окей Вот и все Как бы у человека Ничего в жизни нету Понимаешь Типа вот какая пустота Экзистенциальная Сильнейшая Просто только наркот Он готов Тусоваться с женщиной Которая даже По его собственному пониманию Просто блять Невероятно тупая Да Просто типа Его это устраивает Он это понимает И это часть его жизни Ты пропала Но не навсегда пока Вдумайся Мысль о том Что человек Тоже пишет Все фристайлом Он погружается Вот в эту атмосферу Это условно тебе ебанно Да Какое ебанно Ты садишься Приходишь к микрофон И начинаешь И о чем ты пишешь Не о том что тебе охуенно А о том что тебе вообще не охуенно Типа Ну то есть И женщины Которые вокруг тебя Им не охуенно И все что с тобой происходит Это не заебись Ну то есть типа Большая часть рэпа платина О том как ему Типа Слушай Я почти все песни Которые написал Но как минимум Половину написал Про то как мне хуево И это в принципе Ну это нормально Мне кажется для исполнения А ты нет Нет Так я тебе говорю Просто представь себе Как он охуительно Выделяется на фоне Всех остальных пацанов Потому что им то всем Заебись А ему вообще не заебись Вот это уже Вот это уже более понятная мысль То есть платина хорош тем Что он Из всей этой тусовки Сверхпозитивных Фиксиков Абдурозиков Единственный Депрессивный и мрачный Ну есть еще Love 66 Но он не такой депрессивный Короче платина Наверное самый депрессивный Самый холодный Самый от этого крутой Ну вот для меня Как для любителей Для меня платина Очень четко ассоциируется С Juice World Например Типа который На очень Мажорных Типа инструменталах Рассказывает о том Как ему плохо В целом живется Достаточно простым языком Это же охуенная тема Короче Это на самом деле Пиздец Важный момент Поворота Определенного в рэпе Который как я считаю Абсолютно четко совершил Рэпер Фьючер Раньше было Два варианта Тематики для рэпера Как тебе плохо без денег И как хорошо с деньгами А у Фьючера Появился еще Блять Третий вариант Как плохо с деньгами То есть И вот у Фьючера Вот реально Типа То есть У тебя это вот Именно короче Дорогая грусть Плакшери Я к тому что Это уже вот Опосредованная мысль У Фараон Они в первый раз Эту мысль развивали Еще с Бульваром Депо Блять В альбоме Плакшери Когда он читал Слезы вытер пачкой денег И т.д И то это уже не новая идея Вот я говорю Фьючер первый Кто блять Реально сказал Громко о том Что может быть Реально хуево С деньгами Что реально вот Грустишь На фоне Бентли Блять Брюликов И всей хуйни Панк рэп Это настоящий панк Блять Я такого никогда Нахуй не слышал Ну то есть Это тоже Понимаешь Вот надо находиться Во всем этом контексте Этой безумной Блять рэп музыки Ну представь все Что был чувак Плейбой карте Который достаточно быстро Стрельнул Выпустил один микстейп Один релиз И он просто блять Живая классика Нахуй Чисто чиловый Мамбл рэпер Который просто Вот это хуйня И от него ждут Блять 700 дней альбома Но он не выпускает Ебет всем мозги Когда выйдет Когда выйдет Выпускает А там 20 треков Просто Блять Я Просто Репетитативного рэпа Бахающего Грязно записанного Блять Ну просто ад Какой-то вообще Происходит что-то Буквально Вот ну каждый Блять Каждую неделю Что-то происходит Вот был блять Трэп Да Был минимал трэп Была поющая Атланта Вот эти вот Блять Мамбл рэп Что казалось бы Что все уже Жанр устаканился Появился гиперпоп Так Это что? Гиперпоп Что такое гиперпоп Хайперпоп Можно еще хайперпоп Говорить А есть еще Дрейн Но этого даже Этого я пока не понимаю К Дрейну я близок Но типа мы близок Короче смотри Какая разница между Дрейном и хайперпоп Объясняю Смотри Хайперпоп Типа это жанр Который максимально гиперполизирует Все попсовые мотивы Которые существуют Так вот сейчас у нас Должна быть вставка С тем как он звучит Это сверх гиперполизированный Сверх перегруженный По факту Вот условно Я почему историю Про металлистов Предлагал И всякое такое Вот я допустим Фьючербейсовский продюсер Я могу прийти в гиперпоп Со своими фишками Максимально гипертрофировать И это будет звучать Как гиперпоп Ты можешь прийти Как металлист В этот жанр Гиперболизировать Все свои фишки Металлистские Там брейкдауны Въебывать И так далее И это будет гиперпоп Типа Рэперы Когда пришли в гиперпоп Тоже максимально Вот там Плейбой Карти Там Лилузи Верт Они начали Извать большое Огромное Вот типа Было смешение жанров Обычное А есть прям Пиздец И вот там Это максимально Используется Так еще и Выкручено Просто в такие Плюс 6 гейна Что просто страшно Это гиперпоп Это каноническая песня Но сложно Ну смотри Гиперпоп тоже Уже бывает разный Короче Слушайте Честно говоря Это настолько удрочено Что мне это даже Гораздо Это супердрочиво Потому что Это гиперпоп Это хайперпоп Ты берешь просто Это локальный жанр Уже нет Есть короче Все шансы Что нет Потому что Это звучит Как вот эта хуйня Из тиктока I'm your sugar crush Это очень кажется Да? Это тоже гиперпоп Был гиперпоп Просто обычный А потом рэперы Такие Давайте возьмем Гиперпоп Причем они взяли Фьючербейсовский луп Просто типа Перевернули его И получилось вот это И теперь мы имеем Вот это Хайперпоп Ну уже Типа Платина уже Выписал альбом Sosier Music С вот таким звучанием Блять Вот слушайте Вообще Откровенно Вкусовщиновый вопрос Нет ощущения Что если вместо Вот этих выпердов Он взял бы И начитал Было бы пиздато Выпердов В смысле Типа Ну вот он Если бы он взял И навалил Вот реально Так это А ему нечего Навалить Понимаешь Типа Не Ну ему Ему ладно Но условно Вот ворвался Сюда какой-нибудь чувак Который может навалить И навалил Кому-то было бы пиздато Но зачем Это уже было Понимаешь Рэп Типа Конструктивный рэп Уже был Хочется деконструктивного рэпа Мне именно это Типа и разъебывает С того что я там Десять лет назад Слушал первый альбом Оксимирона Да там Вечный жид И мне разъебало И Мне нравилось Потому что как раз таки Тогда Хотелось максимальной конструкции Сложности И т.д И за десять лет Это находится уже вот здесь Вот И теперь наоборот Хочется максимальной деконструкции То есть давайте это вообще До звуков просто не заведем Вообще похуй Типа Вот плейбой карти Просто издает звуки иногда Да Да Но при этом Но при этом все равно Музыка-то разная Ну то есть И есть сейчас чуваки Которые делают Всякую новую хуйню И она при этом Ну все равно Из разряда Флоу имеет значение И вот такие вот вещи И Вот сюда бы взять И жирно навалить Но теперь они уже в андеграунде Понимаешь Просто штука в чем Смотри Мы вообще Как бы Это широкий вопрос Он важный для всего В принципе видоса Мы разговариваем о музыке В плане Мы разговариваем о музыке Как о музыке В плане Типа гармоничности Звучания ходов Или мы разговариваем О музыке В рамках культуры Не, мы разговариваем о том В чем кайф Вот этого В чем Кайф в том Что это деконструкция Полная вообще Типа просто Ну дегенерация Реально Дегенерация Это же охуенно Вспомни Типа Панк-рок Что такое панк-рок Дегенерация Три аккор С этой точки зрения Понятно Более чем полностью Еще и коммерческая дегенерация, блядь, просто коммерческая. Продаем детям три аккорда и футболки, где у английской королевы проколота ебала булавкой. И вот это то же самое, только на наркотиках, на самых жестких наркотиках X100 просто. Ну и справедливости ради, несмотря на всю их долбоебичность и все такое, типа панки тех лет, они реально, ну там это, ну они погибали, блядь, в своей бедности, они жили ужасно, а эти живут охуенно. И они все равно погибают в этом же разъемке. Ну а от тупости или от бедности? Типа, не, понимаешь, те умирали от того, что типа плохо быть бедным, а эти умирают от того, что богатым быть все равно плохо панк-рок. Не истребим Juice WRLD, несмотря на то, что он был супер сверхуспешным, блядь, мультимиллионером, нахуй сверхуспешным артистом и надеждой, блядь. Не, просто вдумайся в тупость смерти душу. Одной из надежд, блядь, музыки, это не остановило его, блядь, под угрозой того, что его сгребут в федералы, съесть, блядь, дохуя таблеток перкасет и сдох в аэропорту. При этом, при этом, понимаешь, типа, кислоты же принимать собирались не только из-за таблеток, у него было с собой оружие. Да, чувак, у него в самолете была травка, таблетки, лин, оружие. Он просто человек возил это с собой в самолете. Вдумайся, типа, он такой, блядь, идут копы, надо съесть все таблетки. При этом остается оружие. То есть, типа, он не подумал, блядь. И он умер, и все такие, чел умер. У него тут, кстати, оружие, типа, и... Ну, то есть, они, понимаешь... Стоп, подождите, то есть, его... То есть, он вез в самолете дохуя вот этого, и узнал, что там будут копы, сожрал дохуя таблеток и умер? Ну, да. Блядь. При этом он вез это не... Типа, он не пытался это продать или еще что-то. Это просто его... Блядь, слушай, а тебя не удивляет? Чувак, современный... Вот все эти люди, это настоящие панки. Это, блядь, Джонни Роттен, нахуй, блядь, Сиды Вишесы, блядь... Джонни Роттен жив, я тебя напомню. Любые чуваки из Рэмонс. Джонни Роттен оказался, по-моему, это настоящие панки, еще почище тех, что были. Чувак, Кодек Блэк, блядь, рэпер, нахуй. Ехал по навигатору, на машине, на свой концерт. Это известный рэпер. Человек сидел в тюрьме, блядь, он постоянно сидит. Его отпускают. Последний раз его отпустили, когда Трамп перед уходом объявил амнистию. Его уже опять закрыли. Блядь. Так вот, один из прецедентов. Человек едет на какое-то свое выступление на машине по навигатору. И навигатор почему-то, по его словам, вывел его на границу Канады. Он пересек границу Канады, где его приняли со стволом, который в Америке легально, но в Канаде нет. И он такой, я ехал по навигатору. Блядь, а ехал он на выступление в Америке? Да. Блядь. А рэпер Поп Смоук, который, блядь, родоначальник Дрилла, которого застрелили в хате за драгоценности. Все забыли, наверное, историю, что чел дал ему посниматься в клип Роллс-Ройс, и он его украл. Он просто не вернул ему Роллс-Ройс, и его мать пошла и заложила дом, чтобы выкупить его под залог. Чувак, ну эти люди вообще не думают. Они, в смысле, то, что у людей есть деньги, не значит, что они хорошо живут. Они, понимаешь, можно вывести негра с района, но район с негра нельзя. Не-не-не, во-первых, во-первых, то, что они долбоебые, это вообще отдельный факт. Я говорил о том, что, типа, те панки жили хуёво, а эти тоже живут в хуёво. Они живут. Почему все обожают Джей Зи? Почему Джей Зи культовая? Потому что он умный негр, понимаешь? Я считаю, что слово негр, я имею полное право говорить. Так вот, Джей Зи умный негр. Он реально, он чувак, который выбрался с района, смог выстроить успешный бизнес, смог круто инвестировать, и весь его рэп про то, что он успешный, он умный и умеет, блядь, типа, зарабатывать нормально и жить нормально, и поэтому он мега успешный. И поэтому все его обожают, потому что такие, нихуя он умный, он придумал вкладывать деньги. Чувак, рэперу Чив Кифу дают шесть мультов, блядь, аванс, и он проебывает все. И при этом он сидит, его спрашивают, почему ты не выпускаешь песни? Он такой, я в плойку играл. Слушайте, а для, ну, мне кажется, очень много рэпбати можно вот так же, ну, абсолютно то же самое, вернее сказать, Доктор Дре не такой? Нет, Доктор Дре очень, очень, очень умный. Так вот, и поэтому, типа, они успешные, потому что они, типа, короче, я к тому, что рэперов абсолютно не спасает то, что они богатые, это не помогает им вообще никак. И это проблема того, что они тупые, но жизнь стала лучше. Уровень жизни поднялся в современных вот этих вот выебистых панков. Но это, конечно, пиздец. Не, понимаешь, поднялся тоже за счет случая, потому что, на самом деле, до того, как они выбираются с района, типа, чуваки живут в полном пиздеце. Янг Так, который сейчас супер, он, блядь, OG, он, нахуй, отец индустрии, поднял кучу рэперов, его уважают, нереально все там шлют ему респект, он просто, блядь, ну, фигура мощная. Человек, когда первый раз пришел в какую-то, я не помню куда, но какой-то по каким-то своим первым звукозаписывающим делам, у него были настолько сгнившие зубы, что он прикрывал их ладонью. Типа, у него не было дома, он спал, или это Фетти Веб спал в тачке. Фетти Веб спал. Короче, чуваки живут в полном говне, блядь, в заброшенных домах, на районе, где каждый день кого-то убивают, у них гниют, у них нет ни здравоохранения, ни хуя, и один из тысячи, блядь, стрельнет и сразу оттуда съебывается. И такой, пацаны, я своих пацанов забираю, а вы сосите, знаешь, типа. Да, но это же классическая история и про ОДжея, и про это, это вообще, ну, большая история для всего афроамериканского сообщества, в принципе. Да, и потом они все равно умирают. Типа, все равно, и потом не старчиваются, все равно, блядь, как этот, YNW Майли убивает своих друзей, блядь. Слушайте, вот офф-топ для зрителей, для всех, кому интересно есть совершенно охуенный трек Джей-Зи вроде про ОДжея. Охуительный. Охуенный. Это разъем. Я когда эту штуку услышал, я переслужил раза три, просто чтобы в эту хуйню вдуматься. Абсолютно гениальная хрень, именно с точки зрения аналитики вот своего этого худо и вот этого замкнутого круга этого худо, про то, что он хотел бы вытащить своих пацанов, но при этом пацаны приходят, блядь, и обдалбываются в самолете и тут же дохнут, блядь. Да, да, и типа я говорю, чуваки, это просто, это, блядь, это просто панкрок, нахуй. Ну и плюс. Это тот же самый вообще. И плюс, справедливости ради, Lil Peep-то умер так же тупо. Что, Lil Peep не то, что тупо умер, блядь, он просто, понимаешь, Lil Peep умер, чтобы ОДжея Будда зачитал. Типа, сейчас вам нет таблетка, из-за которой нет с нами Lil Peep-а, блядь. Ну, чувак, я просто, я сижу, аааа. Вот, в чем хорошего, Джи Будда, но это отдельная история. Да, чувак, это все, это полный пиздец. Это просто, ну, стыдно сказать, страшно и стыдно сказать. Типа, нам такие реалии, в России такие реалии даже не снились. Абсолютно снились. Подожди, ну, крокодил, это все, это история. Мефедрон, это все, это история. Чувак, ты не будешь бахаться крокодилом, если ты, блядь, ты не будешь бахаться, в своем туровом автобусе Даже в рамках, казалось бы, поп-музыки все равно, типа, отслаиваются вот эти моменты, когда кто-то воспринимает это именно не просто как, типа, какую-то поп-историю или историю, связанную с соцсетями, с тиктоком, с духом времени и так далее, которое, как бы, оно все равно тоже, типа, разваливается, расслаивается на какие-то безумные вот эти вот смысловые. И это тоже, кстати, суперсериал, следить за тем, кто с кем общается. Платина общается с Кизару, общается с Биг Бэби Тейпом, общается с Облой, но Обла не общается с Сауджи Будой, потому что... Да, вот это, типа, это тоже, вот, я тебе говорю, это тоже увлекательный, фансервисный, классный сериал. Безумие абсолютно полное. Какие реально на написках обсуждают? На полном серьезе Биф Кизару, Моргенштерна, типа, там, Биф Обла, Сауджи Буду. Но не то же ли это самое, что, блядь, кого привести в пример, что поругалась Бузова с, блядь, кто с ней Дом 2 вел? С Бородиной. Вот, это ведь, это ведь то же самое. А какая разница между этим и тем, что поругались, блядь, группы Металлика и Мегадест? Да, но... Или группы Слепнот и Машнерум Хэт? Это же, типа, ну, одного и того же порядка. А почему, типа... Да, но только фича в том, что группа Металлика и Мегадет, это не к тому, что они лучше, а к тому, что они не сделали из этого шоу большое. То есть, в плане, не было больших, больших сюжетов каких-то про это, они не ходили на телепередачи и так далее. Вопрос освещения. Да, да, да. Но в фанатской среде это все равно превратилось в мемы, в противостояние. Тут то же самое. У фанатов больше доступа, типа, к жизни своих артистов. Просто, типа... И в данном случае это превращается в контент. Да, конечно. Будь у Металлики, ТикТок, блядь, То же самое, будь у чуваков возможность вести прямые эфиры в Инстаграме, мы не знаем, что бы было, блядь. Мастейн бы такой пиздец устроил нереально, реально. Вот, что было в 60-е, 70-е, 80-е, и же с ним изменились декорации. Просто все стало быстрее, все, я говорю... И мощнее, и больше интертейн. Да, громче, быстрее, и, ну, чаще сменяется, типа, в том числе. А так, как бы, в принципе, все то же самое. И просто люди, мне кажется, вот, знаешь, взрослые люди говорят, я не понимаю вот такую, типа, я не понимаю там молодежную культуру. Там человек слушает, там 30-летний, не может понять Melon Music не потому, что ему непонятны эти паттерны и архетипы. У него в молодости было то же самое. Он не может успеть за темпом. Вот, единственное, что мне кажется супер важным, это темп. Факт, факт, факт. Думаете? Конечно, это, типа, вопрос в темпе, типа, потому что, когда ты, типа, взрослеешь, ты больше настоягируешь по своим молодым временам. Я это не слушаю исключительно из-за вкусовщины. У меня в плеере есть новая музыка и есть, условно, ровесники в плане проявления популярности. Интересно, типа, сравнить. Ну, вот сейчас могу прям это... Ну, откроет вообще тебя. Это Чурдаль. Свежая мадам. Блядь, Чурдаль. Респект. Лучше, лучше. Это, ну... Чурдаль, чувак, Чурдаль это женщина, которая была на первом сезоне Слово и Слово. Тут все еще Джей-Зи, Гориллаз, Добзи-О-Ди. А там Хаски будет сто пудово. Там Рома Лакимин сейчас дальше будет. Подожди. Рома Лакимин будет. Фарл Уильямс. Типа... Не, ну, тут же есть вещи. Егор и опизденевший. Бля, братан. В плане, я же нахожу... Тебе просто неинтересно следить за этим темпом. Не, ну, дело не в темпе, дело в звуке. Если бы мне интересен был звук, я бы в этом разбирался. Так там какого угодно звук есть. В том-то и дело, что разнообразие звука и даже разнообразие идеологии, типа идеологии, идей и так далее, оно величайшее, оно очень широкое. Ну, все, что мы сегодня слушали, оно было более-менее похоже. Ну, это как сказать, что рок более-менее похоже. Все гитары, понимаешь, все гитары, барабаны, бас. В процессе работы типа над альбомом «Оригинальный Штива», для меня все, что было роком, это типа играть на гитаре. Все, мне плохо и было вообще, типа срать. Это в процессе работы я там разглядел какие-то оттенки, полутона и всякое такое. Это так же, как мы сейчас с Федей пытаемся тебе донести какие-то там полутоначи. А там ты сидишь и такой «Стоунер», «Сладж», «Мразъёб». Типа ты начинаешь просто их различать, потому что ты начинаешь выкупать по каким-то какого-то типа паттерна их можно различать. Да, да. Не, ну это история про вкус. Ну то есть опять же, типа почему я разбираюсь в этом гитарном звуке, а ты нет? Потому что мне нравится гитарный звук, а тебе нет. Нет, в тот момент для меня гитарный звук ограничился группой Ликинг Парк, РХЧП и Гриндей. Все, дальше типа мне просто, ну, фоновый мой информационный поток не подкидывал. Вот у нас был рам с пацанами, что я никогда не слушал «Гражданскую оборону» или «Гороля и шута» в принципе. Потому что в моем окружении есть от этой музеи вообще типа «Гражданскую оборону». Вот правда, типа у меня был там фифтик, блядь, именем, я на нем рос, типа. А потом, когда я с пацанами познакомился, вот с Фидос мне вообще открыл типа «Гражданскую оборону», типа такой «Смотри, какой прикол». Не, ну блядь, и она у тебя есть в плеере в итоге? В итоге да. Да ладно. Конечно, потому что я ознакомился, такой «А, я понял, прикол, и мне правда в том. Смотри, в чем юмор. И тебе хочется это включить. Конечно, блядь. Вечная весна в одиночной камере типа я включаю стабильно, типа вот. Чувак, подумай об этом. Понимаешь, в чем прикол? Но за этим можно не следить из-за того, что это, блядь, музыка. Но за этим стоит следить из-за того, что это культура здесь и сейчас. Это актуальная культура страны, в которой ты живешь. Это, знаешь, это схоже с политикой. Ко мне люди говорят, как можно не интересоваться политикой? Это же то, что происходит с тобой сейчас. А как можно не интересоваться мелан-мьюзик? Это то, что происходит с твоими детьми прямо сейчас. Это то же самое. Это то, что происходит с твоей молодежью твоей страны сейчас. Это убийственный тейк. Ну, это факт. Это же реально это то же самое. Как можно за этим... Мне это интерес... Мне... Блядь, вот для этого вы смотрите этот ролик. Вот именно для этого. Я не слушаю альбом... Я не слушал альбомы последнего Джебуды. Оба, типа. И мне страшно, что я узнаю, что... Ну, то есть, типа, при всем уважении это не негативный тейк, но мне страшно, что я узнаю, что у меня есть друзья, которые подходят. У меня Артем Вараб говорит, блядь, фри-рива развел. Это человек, который работает по 12 часов. Я говорю, откуда у тебя время это слушать? Он такой, не, мне нравится. Ну, то есть, типа, понимаешь? И я к тому, что я не слушаю... Даже я в это не супер углубляюсь. Несмотря на то, что мы сейчас вот с Артуром много пиздец говорим, это все равно поверхностно. Есть фанаты, которые они просто, они, блядь, в этом... Ну, Коля Речкин, да, они просто, они уже, они безумны, они все, они уже сами вот же Будда, понимаешь? Вот, они уже реально говняный мальчик Будда. Но, типа, но все равно это же культура, это культура страны прямо сейчас. Это то, что сейчас беспокоит молодежь. Это то же самое, когда... Почему всех так разъебывают, что вот этот тейк недавно, что там 73-летняя женщина стала главой какого-то там, блядь, департамента по делам молодежи? Не везут? Нет, нет. Это совсем недавно было. Все обсасывали. Ну, короче, кем-то отвечающим за молодежь стала женщина, которая 73. ЕКБ, по-моему, типа. Да, ее спрашивают, как вам Моргенштерн? Они говорят, я ничего не знаю про него, и все такие, блядь, как можно? Ну, блядь, ну, ладно, ну, меня вот, я, короче, я поэтому игнорирую в основном подобные новости, потому что, ну, а хули в этом нового? То есть, это ведь вся российская хуйня в России, связанная с молодежью, она, это то же самое, что юнармия, или советские молодежные кружки, вот эта вот пионерская история. Это скорее инициатива на местах, слушай, пионерская, ну, не то, что, я в свое время, типа, рост на вот, типа, культивизации, типа, советского, вот этого пионерского прикола. Не хочется сейчас начать, не хочется сейчас начать политическую, типа, какую-то вот эту социологическую вонь, но просто вдумайся, блядь, дети сейчас, возможно, нет, но как только, блядь, стукнет 7 утра или 8, дети будут стоять в очереди в кайф-бургер прямо сейчас, по полтора-два часа на морозе. Чтобы квадратный бургер, чтобы поесть квадратный бургер. Ты представляешь себе, насколько импакт и инфлюенс, извините за это слово, одного человека заставляет детей, блядь, истязать себя. Представь, если бы это... В плане, ровно настолько же, как и всегда до этого. Ну да, нет, я к тому, что представь себе, если бы вот эти люди, которые работают с молодежью, могли бы наладить хоть какой-то контакт с этими людьми, которые, может, и хотели бы что-то... Блядь, тогда бы это... Молодой депутат из ЛДПР, короче, с Кованским тусовался. Тогда бы это работало. Это, слушайте, это вот реально, мы не будем разводить политическую хуйню, но просто, если бы в России вещи работали, как они называются, мы бы жили в другой стране. Пацаны, и это вот и экзакт... Россия! 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 Так вот, возвращаясь к музыке, короче, мне кажется, что очень важно хотя бы примерно понимать, в каком вообще состоянии находится культура. Это же не только музыкальная, это же, ну, очень широкий пласт культуры вообще, типа, ну, как бы, когда человеку там внезапно он узнает, что такой пиздец, тут так... Я все это время этого не видел, а тут такое происходит... Человеки в платьях ходят. Да, да и... Нет, и не только, что можно сказать, курим жирный член, и тебя не убьют на улице, они просто... Вот. Мне про жирный член реально сложно. тем не менее, мне кажется, короче, что очень важно это понимать, чтобы понимать, в каком состоянии вообще находится твоя, ну, вот реально твоя страна, как бы, молодые люди, которые... Ну, для меня сейчас, блядь, мне 26 лет, нахуй, я, может, и молодой по меркам государства, но когда я смотрю на 14-летних детей, я чувствую вот эту разницу. И чтобы не было такого потом, что ты смотришь, такой, я не понимаю молодежь, я не понимаю, о чем она думает. Вот о чем она думает. Просто послушай, блядь, песню на чиле. Окей, окей. Ну, это, слушай, это актуальное, ну, то есть, любой чувак, который, в принципе, может собрать такие цифры, как собирают они, он достоин того, чтобы узнать, кто он. Ну, хотя бы знать, да, конечно, стоит знать. Не обязательно их любить, понимаешь, я не люблю всех этих людей, это не мои любимые артисты, у меня есть, типа, мне нравится Королевский. Рамоунс, Блэк Сэббат, все, вот это наши друзья, блядь, вот это мог быть отдельный, вообще отдельный видос, блядь, можно так же абсолютно собраться, что часть групп в вашем плеере просто переходит в ироничное слушание. Вот я, я в детстве слушал Арию неиронично, сейчас я слушаю Арию иронично, в скайпе еще больше. А у меня, я до сих пор подписан даже на некоторых людей в соцсетях, чисто на ироничном приколе. А у меня другая проблема, я такой, а вот у меня музыка, наоборот, приобретает, типа, для меня музыка, которую я добавил иронично, становится неироничной, я за собой, типа, это все... Ты начинаешь верить, нет, я за собой это сегодня заметил, ну то есть, вот сейчас, можно искать? Я просто вот проиллюстрирую это примером, я подумал об этом, когда ехал сюда сегодня, блядь, в метро. Я вот задумался об этом, реально, вот, поймал себя на мысли, и думаю, надо обязательно, короче, это озвучить. Сука, а ты че тупая или глупый? Ты че тупой, да! Я добавляю ее, несколько раз аронично гоняю, и сегодня я выхожу из метро на чистых прудах, поднимаюсь вот по этой лестнице, и что ты думал, и включается эта песня, и я на полном серьезе слушаю в голове, и такой, блядь, заебись, и у меня в голове образ того, что я вот чисто, как благо уайт, иду просто по лестнице, и такой, ныряй вопи, забута, скоба, run up на бабки, физкультура, и вот стоит коп этот, блядь, на выходе, и хочется сказать, блядь, ты че тупой, ну понимаешь, и ты вот, и я искренне, я уже, у меня уже нет иронии, я слушаю, и мне супер по кайфу, я такой, я как будто иду в спасательном круге, и в маске, и мне вообще похуй, типа, я просто, очень приятно. Какая тема? Я с самого начала в этот видос хотел закинуть Ямаугли, как как будто бы антипод всех предыдущих, потому что, вот как раз то, что ты говоришь, типа, в России называют бэтбарс, но ведь, но ведь по сути, очень многие строчки у них, которые есть, это натурально бэтбарс, это смешно, и за смешная строчка от того, какая она хуёвая, вот, и нет проблем с, но если у тебя есть капля самоиронии, это выкупить, в чём здесь, в чём здесь смешно? А теперь, короче, смотри, в чём прикол. ну то есть, ну тут не было ни одного бэтбарса, почему, блять, выебать любую планету, но не землю, она в натуре плоская, чё-то, какой-то рофл, голова, башка, Миш, ну в этом, это не бэтбарс, бэтбарс, это строчка с Симе, говно в кармане, но туда никто не срал, вот это, чувак, вот видишь, это работает, а это просто прикольные строчки. Нет, ну тут, ну почему, то же самое, типа, чё, говно в кармане, но туда никто не срал, базар, это золото. Я курю газ, как нацист. Да, у меня есть газ, как нацист, тот же будет, и чё вообще. Да, но как будто, как будто здесь, ну это, короче, это явно понятней, то есть, именно слушатели этого гораздо лучше понимают вот этот бэтбарс, и здесь на него больше акцент, и его больше самого бэтбарса. Так нет, здесь даже, строчки, это строчки, как у 163-го, блять, у 163-го, из Мэлл Мюзик, вообще самый мой любимый, блять, представитель чуваку, который, как бы, ну наиболее конкретный рэпер, мне кажется, знаешь, тебе больше не ебу, кто это. Ну давайте, ну блять, аренду. Считаю, самый конкретный рэпер из Мэлл Мюзика, я фанат этого человека. Я тоже. У меня три знакомых в Гонконге несут срок, это сплошная махинация, их жизнь в рак. Не знаю, по-моему, это еще разъебот. Да, ну слушайте, несколько мыслей. Во-первых, это гораздо мне ближе, действительно. Во-вторых, это сразу попахивает алдухой. У меня сразу ощущение, какой-то, блять, почему-то вспомнилась песня, я не знаю, вы такое знаете или нет. Мы с пацанами обожаем стены красть и по вечерам вместе гасимся бутылка и в кармане гашика. Да, хуя, вот эта вот тема пиздат ему. Короче, вот есть и такой пацан. Я просто к тому, что это ближе вот к этому. Это более техничный рэп, более конкретный. Видно, что чуваки долго слушали рэп, видно, что чуваки хотят, прям у них есть вот эти скилзы, блять, есть желание прям нераз, расхожие мнения. Подождите, давайте на этом остановимся. Это более техничный рэп, то есть тот менее техничный. Или нет? Он не то, что он более... Я как раз про это хотел сказать. Типа, есть такая тема, что есть расхожее мнение о том, что эти чуваки, которые читают из Мелланов, типа, они как будто бы не техничные, не выкупают и так далее, но при этом у тебя есть условный лайв Сода Лава типа на олдушный бит, где он реально охуенно чуетовый. Блять, ты видел? Чувак, это просто... Пиздец. Типа, еще добавлю, у Сими на альбоме выходит типа трек с олдушной группой. Я честно не вспомню сейчас, какой конкретно, но типа, если ты посмотришь с альбом Токсик, ты ознакомишься, где он въебывает, типа, о своем начале, своего творческого пути, типа, где он... Песня 12 лет назад называется, типа, где он въебывает, исключительно олдушный бит. Не хочу, чтоб мой ребенок дул, сколько дую я, ведь во вне самый грязный дым, самый чистый я. OG Будда, типа, Федук залетают там на альбоме к рыночным отношениям, говорят такие, йоу, чуваки, там типа, ну, у них есть корни, типа, реально, есть ощущение, что как будто нет, но они реально выкупают за все, что было до, и именно из-за того, что они выкупают, они с уважением, типа, развивают весь этот жанр, типа, при этом помня о корняхе. Я все-таки считаю, что типа, реально быть в курсе всего происходящего, типа, в индустрии, там, ближайшие 5-10 лет, должен любой уважающий себя музыкант. Не то, что не техничный, у пацанов это поп-рэп, типа, они говорят поп-рэп, но при этом, вот этот видос в один момент, типа, в один момент изменил мое отношение к суду лавы вообще, я считаю, что это просто великолепно, нахуй. Просто, блядь, ну, мои вот, ни хуясе, ни хуясе, это был питерский щит. Да, да, это, это, Охуеть, Охуеть, что? Это пиздец. Это пиздец. Я не знаю, сколько я, короче, смог вставить, я смог вставить в этот видос столько, сколько мне позволили авторские права, но это пиздец, мы сейчас посмотрели взахлеб эти две минуты, это просто ёбнуться. Нет, у меня как раз был, во-первых, большой кусок посудолову, лову, из-за его, этого интервью с Бастой, потому что очень много вопросов возникло. Вот, но это, это пиздец. Он реально, он реально знает. Да, он реально знает, реально может. Содыч реально в индустрии очень давно, и люди, которые типа в курсе, они реально знают. 7-10 лет? Давно. Он реально типа алдушный тип, который пробовал себя в разных ипостасях типа рэп-культуры, и вот наконец-то нашёл себя, при том, что при этом, вдумайся, хайпанул альбом Содыча, который вышел в 2019 году, при том, что он написан был ещё и раньше. Это самое разъёмное, что типа, в ТикТоке-то стрельнул не его последний альбом Вива Лавида, то есть он стрельнул, но не так сильно, как его предыдущий альбом Ничего Личного, который вышел типа за несколько лет, ну там, за один или два года до этого. При том, что мы в Питере, условно, типа, когда тусовались, типа, из-за того, что Сода тусовался в тусовке Камон, где как раз, откуда вышли Куок, типа там, и всякие ребята, типа, они все вместе двигались, типа, мы все в курсе были там за Блэсгат, типа, за голопередол, типа, за все, что в ТикТоке начало стрелять, типа, еще давно, спустя два года, спустя два года, мы такие, о, нихуя до людей доехало, типа, то есть, я всегда песню Блэсгат в своих сетах, типа, ставил по угару, потому что, когда я жил в Питере какое-то время, типа, мы в Семашке всегда гоняли такие, еу, пиздата, типа, и потом я играю на кота-концерте, типа, буквально полгода назад после карантина на первом, включаю песню Блэсгат, и все 12-летние школьницы его орут, просто потому что ТикТок именно в этот момент его зафорсил. Является ли в таком случае конкретно Сода и остальные заложниками этого звука, потому что в это, на, допустим, интервью с Бастой, как раз я почему это взял, потому что это прямо выборка, он там именно говорит то, что думает, и там он говорит о том, что, ну, прям очень сквозит то, что он хочет другого, он говорит про эти треки, которые у него не заценили, то, что он читает в машине у Бастой, это вообще не то, что он поет обычно, ну, кроме того, какого-то, какого-нибудь, он этого не читал. Суть в том, что, короче, возможно, я не знаю, насколько чуваки заложники, вполне возможно, что они делают то, что по кайфу, просто с нами резонируют вот такие видосы, потому что мы, блядь, чуваки, которые выросли, и у которых детство ностальгическое прошло в другой традиции хип-хопа. Я слушал, блядь, рыночные отношения и черную экономику с 2000, я не знаю, 9-го или 10-го года. Ну, когда оно и было. И, типа, для меня это то, это такой реверанс старым временам, и я понимаю, это, знаешь, как невербально в толпе встретиться взглядом с человеком. Ты знаешь, он знает, мы оба там были, да, типа, супер. Поэтому я не думаю, я думаю, что чуваки делают то, что хотят, просто у них сейчас в приоритете другие вещи. Про Сода Лава, типа, и вообще про всех пацанов, типа, можно сказать, вот просто видно, кто из них более возрастной, Содычу сколько там, 27-28 лет, Симе тоже где-то похожего порядка. Все 25 лет. Они все выросли плюс-минус, типа, на том же звуке, что и мы с вами, типа, потому что мы все одного плюс-минус возраста. Типа, понятно, что они популярны среди младшей аудитории, там, 16-20 лет. Они с тем звуком? но они с тем звуком, типа, который был когда-то, знакомый, с ним научились обращаться, просто в свое время свет софитов не ударил ни в них. А сейчас им повезло, что у них есть рупор, и они готовы в какой-то момент, типа, сказать об этом, но просто не все это разглядят, потому что хотят видеть трендовый звук, потому что пацаны тоже, типа, хотят... Ну, плюс, смотри, вот пацанам нужно тоже дать время вырасти именно в свете софитов, как вот цветы стоят вот здесь вот. То же самое... В какой-то момент они обрастут большим количеством аудитории и вот этим кредитом доверия, типа, понимаешь? Пока сейчас... То же самое, вспомни Олега ЛСП молодого времен Йопа, когда там хуярил дабстепы, такие более конъюнктурные тексты, и потом, ну, то есть, типа, человеку... Потом вспомни, какой альбом был прорывной для Олега ЛСП Magic City. Magic City, трэп, чувак, это чисто трэп, это понятные тексты, по стрипух, про бабки и т.д. Человек приобрел аудиторию, научил ее, типа, приучил ее к себе, научился с ней работать, научился с ней взаимодействовать, выпустил потрясающий Tragic City, потом, типа, у нее пошло новое, более-более интересное поруч. Но разница ли, разница между, вот, двумя этими вещами ЛСП и разница между тем, что делает Soda Love и тем, что хочет делать Soda Love, исходя из моего заявления, она же это... Я бы не так сильно утверждал, разница между... Содич, типа, не хочет делать трендовое звучание, понимаешь? Он в свое время, вот, подучил... Во-первых, трудно говорить за человека. Да, безусловно. Типа, я не буду утверждать за то, что, типа, условно, ему не кайфово делать то, что он делает. Не, слушайте, давайте ради справедливости... Давай сравним ЛСП песню Bankroll с селой и песню Маленький принц, они максимально далеко находятся друг от друга. Bankroll, bankroll, все, что мне нужно, это bankroll. Я такой одинокий... У меня задалось ощущение из этого вот интервью Бастия, что Soda Love явно хочет быть не только... Короче, хочет быть сильно глубже, чем он есть сейчас. Так он и был глубже, до этого. В смысле, у него какой-нибудь Perfect Blue релиз, он гораздо более... То есть, типа, чувак просто хочет... Я понимаю, это абсолютно нормальная логика человека, который нащупал какой-то нерв, который позволяет ему зарабатывать и привлекать внимание. Он хочет, типа, собрать это внимание и потом конвертировать его во что-то другое. Возможно, это будет... ЛДЖ, ЛДЖ. Ну, а что он во что конвертировал? Мне кажется... Сравни песни «Рваные джинсы» и первая полоса. Чувак начинал с подъездного рэпа, а потом прошел огромный путь через вот этот хаос-рэп, через какой-то трендовый звучок и т.д. И сейчас он возвращается у него... И чё? В смысле, что несет ЛДЖ сейчас? Ничего. Чувак, сейчас у ЛДЖ две... Типа, последние две итерации ЛДЖ это либо такой софт-рок, что вообще заебись, типа, что суперпопулярный чувак делает гитарную музыку. Допустим, да. Либо, либо рэп, прям подъездный а-ля первая полоса, кэнди флип, в последнем треке это чисто рэпак, прям вот такой вот. Так что кто бы че из них не пиздил, я уже везде. И это работает и собирает? Конечно, потому что он оброс аудитории, которая в любом случае у ЛДЖ новый трек, в смысле, конечно, аудитория... То есть ЛДЖ сказал, что хочет выпустить рок-альбом, чувак, ЛДЖ рок-альбом. Одно дело жанровая история, другое дело история, насколько тебя воспринимают. Так в этом-то и прикол, понимаешь, он оброс настолько большим кредитом доверия вокруг себя, что он может себе позволить уже делать все, что угодно и при этом не переживать за то, что у него завтра не будет в кармане чего-то. Когда ты должен быть вот этим пидорасом за мелкие прайсы и всякое такое, но уже прайсы как бы себе выросли. Но при этом ты оброс вот этим стрит-кредибилити для аудитории и ты можешь делать все, что тебя хотят слушать. Тебя готовы слушать. Ну слушайте, мы же... Вы сейчас говорите, как будто не учитываете историю про то, что вас могут не принять. Ну то есть огромное количество историй, когда чуваков с их новым звуком не принимали и это просто не слушали. Так в этом и прикол, понимаешь? Они обросли настолько огромной аудитории, что даже если их мозог послушают, они уже... Это так не работает. Плюс это трагедия артиста всегда. Ну типа ты всегда идешь на жертву. Это и значит быть артистом. Ты всегда идешь на жертву. Да, да. Ты всегда типа... Ну в плане... Ну как раз, короче, как раз о том и речь, что типа... Что смогут ли они в итоге пропихнуть то, что они хотят пропихнуть тем, что они... А тут вопрос, понимаешь, сможет тот, кто наиболее, блядь, талантливый. Тот и останется в истории в итоге, понимаешь? Это как Викинг. Вот посмотри на Викинг. Сколько у Викинга было типа не трендовой музыки менее, а потом более трендовой музыки. Сейчас Викинг делает, блядь, 80-е чувак. Он делает... И слушает его в духуя меньше? Не, не могу сказать, что слушает духуя меньше. Потому что его сильно больше даже слушают. Последний трек Take my breath это чисто... Потому что он законодатель трендов стал, понимаешь? Если Викинг делает 80-е, значит это модно сейчас. И все. Так же и в русской индустрии внутри. Если Элджей сделал рок-альбом, значит это прикольно. И люди не будут задумываться, а прикольно ли это или не прикольно. Они такие, а если он сделал, значит все заебись. Типа и все. Блядь, давайте сейчас короче ради интереса на какую-нибудь хуйню поспорим. На какую-нибудь хуйню про Ассута Лава хочу поспорить с вами. Давайте. Не сказать, что я имею принципиальную какую-то позицию, но очень хочется поспорить ради интереса. Не, я абсолютно верю во Владоса, вот кроме шуток, мне кажется, что он может. Ну, смотря на все вот эти, типа, всратые высказывания. Чувак, эти всратые высказывания это вообще вот это тоже позорняк ебаный, блядь. Не, я согласен. А о чем мы спорим? Ставим срок какой? Год или год легко? Ну, три года. Три года? Нет, два, давай два. А мы доживем? Два это обозри, но я планирую. Так, ну ладно. Нормально. Все мы трое планируем прожить еще два года. Если проспорю, я вам то, что проспорил, на могилку принесу. Заебись, заебись. Заебись. Сейчас 21-й вроде год. В 23-м, в 24-м. Нет, в 23-м. Вот сейчас наступило 1-е октября. Мы это снимаем ночью. Наступило 1-е октября 21-го года. То есть мы с вами, блядь, забьемся. Да, забьемся, что сондача выглядели. Вот тебе моя мужская... Да, другие руки надо давать. А как? В смысле? Ну, а почему? Ну, хорошо. Короче, вот так мы забиваемся на 1-е октября 23-го года. 21-го. 23-го. Который будет. Ну, ёпки. Да, на 1-е октября 23-го года, что сода лув будет с каким угодно материалом жив и актуален. Да? Окей. Окей. Все, на это мы поспорили. Бладонс, не подведи, а я не знаю. Бладонс, по-братски. Давайте, давайте так, забьемся на организацию следующей такой же, но более пиздатой посиделки. Без проблем. Давайте побольше, давайте там забьемся на поход в ресторан Тора Гриль. Так, смотрите, только, короче, если Тора Гриль не разрешит нам там снять, то это без панк. Да разрешит. Во-первых, это мой любимый ресторан в Москве, во-вторых, типа, мы добьемся. А Тора Гриль доживет до этого? понимаешь, на тот момент и твоя, и моя интеграция вырастут, поэтому в целом Тора Гриль как хорошо. Слушайте, Тора Гриль у вас два года на то, чтобы выкупить, что мы пиздаты, я считаю. Постарайтесь успеть. Не, просто, вот смотри, вот Сими, допустим, он хайпанул за счет совместного трека Сода и типа как раз на Голодном Псе, но при этом он делает вот это, что Артур ко мне приходил, ставил мне песню Голодный Пес, я такой, чувак, это всрата, он такой, да нет, это разъеб, я такой, это точно не разъеб, я просто, я смотрю, сейчас там в спортике 15 лямов, я такой, я не продюсер, ребята. Слушайте, ребят, вот сейчас начался рэп как будто в этой комнате. Так в этом и прикол, понимаешь, он всегда присутствовал, просто есть, типа, развитие вот этого жара, знаешь, рэп сложно отрицать, что стал поп-культурным мейнстримом, типа, и чуваки, при этом, понимаешь, есть огромное количество артистов, которые не выкупают даже за фараона, блядь, сейчас на сцене, но вот эти типы, вот эти типы, они в курсе за всю подноготную, типа. слушайте, слушайте. И они показывают на деле, вот на таких песнях, которые мало кто из, в ТикТоке это не вирусится, но те, кто хочет услышать, они это слышат, такие, ага, окей, они у Содыча лайф на Сейн-Сайпере, блядь, в курсе, блядь, 15, сколько там просмотров, 30 тысяч, блядь, типа, 100 тысяч, максимум. Это нормально, тема, потому что так же, это все он делал, он выпускал редиск, где есть две песни для денег, и все остальные для, типа, конечно, и все остальные, все остальные, как бы, у тебя есть Lookatme для денег, да, типа, все остальное, или Moonlight, у тебя есть охуенные, куча охуенных. Так, окей, а че насчет Майота? Короче, смотри, про Артему Майот, я считаю, я готов разговаривать часами, потому что так уж вышло, что после 163 on my neck, я умудрился услышать Майота, и прикол в чем, Майот, среди всех этих всех ребят, он умудрился, как и вот в этот, типа, угарный рэп, он нашел вот эту свою стезю с изменениями ударений, и так далее, типа, потому что ты, он в каком-то интервью рассказывал, что, типа, он использует эту фишку, для того, чтобы чуть больше расширить русский язык, который чуть более топорный, чем английский, для в плане рифмовки, типа, простой, и он использует вот эту фичу, для того, чтобы быстро это делать, но при этом, почему, типа, на альбоме Geta Garden, типа, я его полностью, у меня в Apple, короче, типа, это самый прослушиваемый альбом, вообще, в целом, который я гоняю, потому что, типа, весь этот альбом, он максимально разнообразный, в том ключе, который лично мне нравится, понял? То есть, он может выдать попсовый R&B-трек, типа, там, и в то же время сделать песню Moto Moto, понимаешь? Типа, ну, типа, он такой, там трек Ауди хуярит, а потом там, ну, вот эти песни, типа, грустные из ТикТока, он может сделать, я не знаю, там, какой-нибудь Detroit R&B с Будоком, который на фристайле быстро, а в то же время сделать с Рамзаном песню Растет, которая... Я постоянно при сухах, они со мной висят, как яйца. Растет, а как тебе растет? По типу, ну, если ты ради, вообще, мы не берем лжи Буду до как какого-то флагмана, то Майор, первый из чуваков, кто, как бы, стрельнул, кто первый знаковый релиз, был у Майор, как раз. Либо это Гарден, наверное, если бы не было его, возможно, не было бы всех остальных пацанов. Но, видишь, у них основная идея, как раз, вот эта конгломерация, они все друг друга тянут, типа, за уши, потому что, ну, как Федя правильно сказал, они двигаются по принципу ТикТок дома, типа, потому что они бесконечно коллаборируют между собой, соответственно, каждый друг друга тянет, и когда у тебя, условно, Майор как флагман, типа, тянет всех вперед, хотя, это, к слову, немного неправильное изъявление, потому что, до Гетто Гардена, Love 6x, типа, со своей песней, вот это, я знаю, я знаю, типа, что мы вместе ее залили, типа, он в попсовом сегменте чуть больше стрельнул за счет ТикТока. Ну, слушайте, не можете как артиста сказать, вот оценочно осудить, не стыдно ли, когда у тебя, главные твои песни, вот во всех чартах, это фиты из дохующих чуваков? Вообще нет, потому что, когда выходил Гетто Гарден, типа, у него стреляли как раз сольные песни. У них было Ауди, да, вообще без проблем. Все самые известные песни у артистов сейчас фиты и всегда. Ну, то есть, кроме у этих, не, ну, есть суперсольные артисты, типа, Викинда, и то даже у него, наверное, я уверен, что они... Не-не, стопотово, они все, даже Викинд, типа, стартовал за счет коллаборации, Я всегда ориентируюсь как, есть Пост Милон. Пост Милон, это мой любимый западный артист, это чувак, которого я дико обожаю, я прям слушаю его, типа, с самого первого микстейпа, еще до первого альбома с Тони. С Конгратилейшнс, типа, не, с тех пор, и я к тому, что у Пост Милона, это как бы сейчас, ну, наверное, популярный белый чувак, вот, в этой рэпе, около, ну, Машин Ганкеля еще есть, около музыки, Машин Ганкеля вообще не настолько, типа, мощный, именно в плане стримов, прослушивания, внимания, Пост Милон, наверное, главный белый артист сейчас, ну, именно вот этого сегмента американской музыки, и даже у него самые популярные треки, все эти фиты, поэтому это нормально, это, типа, со стороны стриминга, твоя задача, условно, типа, вот, особенно, если ты артист, который выпускает альбом, который, по идее, должен стрельнуть, естественно, ты будешь тащить за счет коллаборационных работ, потому что ты, как будто, перетягиваешь внимание аудитории чужого артиста на себя, а вот как ты себя проявишь на этом треке, это уже другой вопрос. Самая плана штука, на самом деле, я считаю, что вот такой подход, который сейчас, ну, вот этот подход, сейчас, о чем мы говорим, типа, синглы, большое внимание к песням, блядь, к формату музыки, который был, блядь, в 60-е, 70-е годы, когда у группы была возможность выпустить, блядь, один сингл, потому что это сложно было записать, и в него вкладывались все силы, внимание и так далее, а альбом, большой альбом, это занятие, блядь, для больших состоявшихся артистов, которые могут себе это позволить, и которые могут привлечь к этому внимание. Мне кажется, что это, наоборот, хорошо. Так при этом, видишь, нужно понимать, что, типа, оно правда на это похоже, но при этом в 60-е основной буст по деньгам занимало производство песен, потому что сложно было их производить, а сейчас основные какие-то финансовые... Просто производство сложно поддержать. Да, вот сложно поддержать, потому что основные финансовые средства тратятся не на производство песни, потому что сейчас в целом, благодаря там техническому прогрессу произвести песню достаточно просто, но при этом продвинуть ее относительно вот огромного количества медиа, которые вокруг тебя, уже вот туда действительно стоит вкладываться... Смотри, по сути, то же самое. Раньше как было? Ты, если идёшь где-то выпускать песню, чаще всего выпускаешь её на лейбле на каком-то, потому что иначе у тебя нет возможности дистрибьюции. А лейбл, у них уже налаженная система. Привозы в магазины, продаж, рекламы там и т.д. То есть тебя подписывают на один сингл, а этот сингл сразу пушат, потому что, возможно, это лучшее, что ты уже написал, блядь. Я советую всем чувакам, благо у нас сейчас достаточно долго ходили ТикТок, но сейчас уже, слава богу, если ты открываешь любой чарт любого музыкального сервиса, ты понимаешь, что если это не скриптонит и не, блядь, ЛСП, и какой-то там сверхогромный артист, то всё, что висит во всех чартах, это то, что бустилось через ТикТок. И, соответственно, прикинь, как охуенно ты можешь не тратить время на то, чтобы написать большую песню, ты условно можешь прописать только припев, затестить его в ТикТоке, посмотреть сразу на реакцию аудитории на эту песню, ну, типа на набросок, а уже потом дописать её и уже для этой прогрессной аудитории вкинуть им трек, потому что они ждут его ради конкретного отрезка. Способствует ли это деградации жанра, когда условно, ну, примем, что вот, ну, заимствование было всегда, лазера ноль, но именно сейчас оно приобрело, как бы, оно стало более откровенным. То есть, как бы, сейчас позволено более откровенное заимствование. Это опять же из-за необразованности аудитории. И плюс из-за интернета, из-за распространенности информации всё летит буквально тебе в лицо. То есть, в силу совокупности причин, которые мы здесь обсудили, типа, более откровенное заимствование сейчас считается абсолютно нормальным. Ведёт ли это к деградации музыки из-за того, что у нас доступное заимствование, популярный звук, и таким образом у нас всё разделяется на вот эти вот короткие эпохи одинакового звука, в котором все существуют. Я прям уверен в том, что нет, потому что в любом случае, типа, у тебя комментируется вот этот весь прикол с плагиатом большим количеством новых музыкантов. Типа, если посчитать, типа, сколько... Новых, но разных ли? Типа, неважно. В любом случае, всё равно найдётся какой-то талантливый тип. Чувак, это ATL. Типа, ATL родился в эпоху, когда Яникс пиздил. Вместе с ним написал песню Трэпхата, типа. Но при этом мы получили абсолютно сформированного, идентичного, непохожего ни на кого человека, который переосмыслил всё, что было вокруг него. Там трэп звучания какие-то, там, свои линго-мотивы и всё-всё-всё, и у нас получился такой артист, как ATL. Но можешь ли ты сказать, что сейчас ATL не похож ни на что, а похож на ATL? Это, кстати, охуительный момент про то же платье. Но я помню, был классный момент в Инстаграме, я абсолютно случайно запалил, когда он, типа, ему пишут чуваки, вот чел делает, как ты, там, у него, типа, там, Адлиба, как у тебя ещё что-то. И он снимает сторис и говорит, чуваки, не пишите мне с этой хуйнёй, если кто-то делает так, как я, заебись, значит, я кого-то на что-то вдохновил. Значит, блядь, музыка будет дальше расти, и, типа, я что-то привнёс. Всё, типа, отъебитесь. Приходим ли мы, значит, к мысли, что есть, условно, общая масса артистов и ограниченный список артистов, как ATL, которые в любом случае идут к персональному звуку? Просто понимаешь, в чём прикол, типа, из-за того, что в целом артистов сильно больше, понятно, что 90% из них это будет в любом случае полный шлаг, потому что доступ к музыке стал сильно обширнее. И если в любом случае, вот, понимаешь, я бы не пришёл в музыку в целом как артист, там, типа, потому что у меня, типа, не было бы доступа. Типа, я, если не умел грибчать на гитаре, я бы не был музыкантом никогда. Но при этом у меня появился комп, я потыкал мышкой, всё, я музыкант теперь. И, типа, из-за этого, из-за, там, возможно, каких-то колхозных штук, типа, из-за того, что я начал ломать какие-то стереотипные вещи, типа, которые были, там, условно, каноничными в своё время, типа, просто на угаре, типа, что, о, нихуя, так можно было, типа. И достаточно большое количество эпохальных вещей пришло в музыку, исключительно из-за этого. Из-за этого мы должны быть благодарны поп-культуре. Ну и современности, да. Понятно, что, типа, вот всё, что нас окружает, сделало большое количество музыкантов, 90% из них уйдут потом на завод, но те, кто 10, останутся, они останутся в истории просто и всё. А плюс такой момент, пиздило ли, как бы, плохо ли, что группа кино пиздила у группы Кьюр, плохо ли, что группа Ария пиздила у группы Iron Maiden, плохо ли, пиздила ли группа Короля Шуту, группа Misfits, типа, и так далее. Ну и про последних у меня, конечно, нет, блядь. Нет, ну, видишь, много вопросов, мало ответов. И, как бы, пиздило ли, как бы, были ли разговоры в группе Black Sabbath, что нам нужно сделать как та группа, или как эта группа, или, как бы, опять же, возвращаясь к биографии Ози Осборна, это же всё бесконечная череда заимствований, ну, если честно. И музыка в целом, как бы, вообще, заимствование, как сказать, мне кажется, что идея плагиата, она в какой-то своей... С одной стороны, она абсолютно понятна, с другой стороны, она очень эгоистичная, типа, это вот человеку конкретному хочется себя запечатлеть, что я, я, сделал вам всем нельзя, я, я первый успел. Но в целом, я, как бы, если мы говорим о том, что всё уже было, если мы говорим о каком-то постмодернизме, если мы говорим о зацикленности, то надо ли вообще говорить о таких вещах? Или наоборот? Надо, короче, просто, вот понимаешь, ETL-а не было, Кровостока не было, там Оксимирона не было, ЛСП не было. Но ETL, блядь, нет, в смысле, до ЛСП была группа Мигас и Ричхоу Микван, у которых он очень много соусов взял. ETL до ETL-а был в группе Ацтекс, которые делали чисто кранг. Там и очень... Но ты их перепутаешь? Сейчас нет. Ну, так потому что чуваки прошли путь, потому что они воспользовались. Да и в целом тогда, ну, типа, малое количество людей было доступ, типа, вот к этому, блядь, сука, кранг, нахуй, всё время, когда ETL начал ебашить кранг, блядь, никто, блядь, в России, типа, не шагал. Да ладно, хорошо, группа Ацтекс, типа, не знал. Когда существовала группа Ацтекс, никто не в курсе был за то, что есть кранг в целом, потому что тогда, блядь, ADSL модемы всё ещё существовали, типа. То есть, по сути, если раньше мы говорили о том, что есть много людей на сцене, да, там, условно, 20 лет назад, есть много людей, которые пытаются пробиться и пробьются самые талантливые, то сейчас мы говорим о том, что пробиться могут не только талантливые, запрыгнув на жанр, а пробиться могут и также не особо талантливые и запустить свой хит, но останутся только те, кто смогут из общей вот этой вот канвы взять и выцепить какое-то своё уникальное. Ну тогда, я говорю, если ты пиздил, чтобы найти себя, это одно, блядь. Если ты воровал, чтобы вы... Понимаешь, если ты воровал хлеб, чтобы выжить, это одно. Если ты воровал хлеб, чтобы за него не платить, это другое. Если ты заимствовал, чтобы найти себя, это одно. Если ты заимствовал просто потому, что хотел, блядь, куда-то попасть или где-то засветиться, то есть вопрос-то в результате. Вот ты упоминал Арию и Король и Шут, вот Король и Шут не так часто обвиняют в плагиазе, но Арию очень обвиняют и многие другие русские группы именно, ну Арию, кстати, они больше пародия на Эксепта, там некоторые песни прям один в один, вот, а существует ли какое-то такое неприятное ощущение вторичности в общем русской музыке и всего остального, именно ощущение дожёвывания за ними? А слушай, у меня наоборот, типа, понимаешь, возможно это как бы, типа, чисто трагедия и травма человека, который начинает есть рыбу с хвоста, но вот я люблю группу кино, мне правда искренне нравится, и когда ты понимаешь, сколько они допиздили у группы The Cure, такой, послушаю The Cure, я слушаю, мне не нравится The Cure вообще, ну типа, оно не даёт мне тех же эмоций, вибраций, которые мне даёт группа кино, и я такой, ну и слава богу, блядь, типа, спасибо, что спиздили в таком случае, спасибо за детство. Слушай, они могут спиздить, типа, ходы, ещё что-то, но при этом в любом случае они будут наполнять это своей идентикой, потому что нам нужно понимать, что мы всё-таки в России живём, а не в Америке, типа, то есть, я бы в какой-то момент, если бы понимал все текции Блокбой Джейби, я бы никогда нахуй этого пидораса не слушал, потому что, ну, это просто, чтобы сказать, еее, бабки, 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 у нас сейчас то же самое происходит, но у нас в любом случае, типа, за счёт, там, лингвистических каких-то подходов, ещё чего-то, я начинаю больше себя ассоциировать с этим. Ну, входит ли в то, о чём вы говорите, инстасамка, и если нет, то почему? Вот это, кстати, с инстасамкой, это вообще разъём, потому что, несмотря на то, сколько... У меня был подкаст с манекеном, слушай, давай, погнали. Олег манекен. Олег манекен, респект. Если ты хочешь иметь больше... Короче, нет, я к тому, что... Брат, спасибо за Человека-паука, он всё ещё стоит. Вот, я к тому, что, несмотря на то, сколько инстасамка пиздила откровенно, просто подкопилку Cardi B, ну, прости, последние два трека, которые вышли... Они въебали в всюду. Да, которые, типа, самые наиболее популярные, последние, Липсиха, которые, блядь, на первом месте... Типа, Липсиха до сих пор держится во всех краях, типа, разъёмно. Ну, погоди, а... Как о предыдущей, которая... Моем... Джуси или... Да, да, Джуси, Джуси. Джуси и Липсиха, это, типа, ну, оригинальные треки идентичные, и они наиболее популярные из того, что у неё было. А когда она просто переводила, блядь, Cardi B... Ну, так Джуси, это и есть перевод. Треба быть всегда Джуси. Нет, не этот. Майзот... А, Майзот... Да, 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 так назывался. Майзотиский имплант. Это Липсиха. Нет, ты не Липсиха, чувак. Ну, короче, неважно здесь вставка. Последние два трека Инстасамки принесли наибольшую конверсию, наибольшее внимание, и, наконец-то, долгожданные места в чартах. И это треки, которые, ну, по крайней мере, блядь, настолько... Я не знаю, откуда они... Если они сворованы, я не знаю, откуда. А я слышу эту хуйню. А это, блядь, показатель, потому что, если, типа, даже настолько погружённые в западную культуру люди, типа, не выкупили, значит, ну, значит, прикольно, молодцы. Вот, а треки, когда она просто переводила Cardi B, такого эффекта не давали. То есть, типа, то, что ты кого-то украл популярного, не значит, что, типа, у тебя будет настолько же популярная музыка. И это, я говорю, меня удивляет Липсиха, этот трек, но, типа, он, наверное, самый большой трек Инстасамки. Я не знаю, откуда она его украла, но, тем не менее, это работает, это стримится, привлекает внимание, это интересно людям больше, чем всё её творчество до этого. Это о чём-то говорит. Если она сможет дальше преобразовать это в какую-то свою идентику, то супер. Или если нет, то, блядь, об Инстасамке забудут, как о другом, как о рэпере Сяве, который, знаешь, ну, вот... Ха-ха, ну да, да, да. Суть не в конкретных лирических паттернах, типа, и даже музыкальных паттернах, суть в атмосфере, которую она создаёт. На самом деле, блядь, сколько, так можно сказать, сколько песен замечательных сыграно на четырёх аккордах, на одних и тех же. Ну, правда, типа, становится ли они... Ну, тут, видишь, типа, опять же, тут, если главная идея, это не конкретные слова и словосочетания, а именно атмосфера, то, как бы, сколько... Чуваки в целом жонглируют одним и тем же, ну, как бы, набором слов, правда. У западных рэперов это ещё более критически тяжело, там реально тематика практически одна и та же. Вопрос, какую атмосферу и настроение этот трек задаёт. И тут то же самое, я говорю, как с пресловутыми четырьмя аккордами. Огромное количество разных по настроению весёлых и грустных песен сыграно на одном и том же паттерне. Здесь то же самое, как бы, паттерны, ключевые слова и т.д. одни и те же. Вопрос, как бы, во что ты их составишь. Понимаешь, это широко говоря, всё уже было, как делал Константин Ступин. Уже вообще всё было, типа. Поэтому вопрос... Но говорит ли это о том, что эту историю мы додрачиваем, и она, как бы, заранее идёт к тому, что её вот просто сейчас додрочить-додрочить и придумать новую обёртку для той же самой пустоты. Слушай, ну, если так широко сказать, то вся жизнь из этого состоит. А то, что, ну, то есть, додрочить работу, додрочить учёбу, додрочить старость. Это же, как бы, мы живём вот в эпоху постмодерна, которая так и работает. Ну, да, так, да. Вопрос просто... То есть, рано или поздно нас вообще никого не станет. Кому, знаешь, в масштабах вселенной... Не, ну, это уже... В масштабах вселенной даже... Я миллиарды, миллиарды планет. Но она же, тем не менее, возникла и, тем не менее, оставила след. Оказала вопрос... Естественно, вопрос в масштабе следа, который останется, но это покажет только, как бы... Время, понятно. Да, историю. Все пытаются запрыгнуть на тренд, пытаются встать, как бы, чтобы их заметили, заработать денег. Вопрос в том, как ты этой славой распорядишься. То есть, типа, чуваки, которые не могут дальше развиваться, переосмыслять себя и добавлять что-то интересное новое, быстро выйдут в тираж, тренд сменится и т.д. А находиться на волне тоже бесконечно нельзя, если ты не найдешь свой почерк, как бы, свою нишу, свой стиль и так далее, не сможешь заинтересовать людей не потому, что вот, как Артур условно приводил пример, когда чуваки звучат, как Melon Music, и поэтому интересно. Если ты не сможешь найти себя, ты просто вылетишь, как бы, да, с этого колеса бесконечного. Если найдешь себя, отвоюешь себе нишу, дальше уже есть все шансы стать классическим артистом, я говорю, как тот же Преслоут и Викинг. Вот реально. Окей, окей. То есть, типа, вы хотите сказать, что из разряда... Ну, вот как мы с вами поспорили на Судолова, Лова, то условно все сведется к тому, что через энное количество времени, там полгода-год, и конкретно этот звук перестанет быть актуальным, и дальше встанет вопрос о том, кто сможет перепрыгнуть во что-то новое и актуальное, а оттуда нет. Не то, что, как бы, кто сможет, кто вообще, как бы, кто какие выводы сделал, кто что понял. То есть, понимаешь, условно, чувакам сегодня объединения, правда, меняются каждые полгода. То есть, вспомни, блядь, ты вспомни, как Dead Dynasty, да, каких-нибудь, или Янграша, это же был такой просто локомотив, казалось, что вот... При этом весело, что Цеплюсовские чуваки, типа, Благо, Сода, Майот, типа, они все едут в такой же тур, и у меня просто... Да, это что, это тот же самый... Они просто, чуваки, переизобрели Янграшу. Самое смешное, что в Янграше были локомотивами, были чуваки, которые, большинство из которых сейчас либо нет, либо они в глубоком андеграунде, а чуваки, которые были в хвосте, типа, Саши Гунфлада, уже успели пройти полный цикл, вот тот же Саши Гунфлад, замечательный пример. А, он был в Янграше? Конечно, он же был в Культ Саббат, там, типа, он, Сережа Айро, и тогда... Это даже Вайт Панк какой-нибудь. Да, вот, и я к тому, что, типа, а чуваки, которые были в Ариергарде, да, Саши Гунфлад, он уже успел пройти пик своего хайпа, и уже ушел искать свою айдентику, и нашел, и тут то же самое, типа, тренд сменится, вопрос в том, что чуваки вынесут, как бы, вот и все. А так, как бы, чувакам сейчас дали, у пацанов появился золотой ключик, появился доступ к деньгам, к легким деньгам, к легкой популярности, к какому-то методу работы. Вопрос, дальше в твоей музыкантской амбиции, хотел ли ты просто один раз засветиться, и чтобы мамы меня показали по телевизору, или ты хотел какой-то серьезной работы, и хотел быть, как бы, артистом и профессионально, постоянно осмыслять, моделировать реальность вокруг себя. Тут, как бы, только время покажет. Но сейчас я считаю, что как культурный феномен, это интересно, за этим обязательно надо. Как философский. Друзья, подписывайтесь на канал, Миша, пожалуйста, мы пьем пиво за ваш счет, поэтому имейте совесть. Так, друзья, давайте теперь серьезно. Миша Сеян, человек умный, человек думающий, человек, который хочет исследовать смыслы, человек, который хочет с вами делиться, если вы по какой-то причине не подписаны, надо срочно нажать кнопочку, это раз, нужно, во-вторых, поставить колокольчик, это два, нужно прописать комментарий для продвижения видео, это три, потому что об этом должны все знать, в том числе и ваши родственники, с которыми вы должны поделиться этим видосом с помощью репоста. Поддерживайте думающих людей, разбирайтесь, блять, занимайтесь делом, а не просто критикуйте или просто обожайте, это хуйня для дураков. Бабушки, покажи видео, пожалуйста, типа, это моя личная просьба. В целом, а так, спасибо, жри вкусно и подписывайтесь на канал. Я даже не просил их это говорить. А-